Приветствую вас, и по вашему описанию получается так, что имеет место быть первое, значит, заниженная самооценка, второе, неуверенность в себе, неуверенность в том, что вы правильно делаете что-то, правильно говорите, правильно себя ведете и так далее, и, собственно говоря, комплексы, то есть вы не привыкли с детства быть в центре общения, в центре социального круга, и в результате этого возникли такие вот проблемы, значит, с неуверенностью в себе, со стеснительностью нужно бороться, в первую очередь, повышая саму уверенность в себе, больше упирая на то, что вы любите себя, повышая самолюбие, для этого необходимо ставить перед собой задачи и выполнять их, для этого необходимо достигать чего-то, чтобы чувствовали, что вы ничем не хуже других людей. Далее, если имеет место быть комплексы, то комплекс, как правило, идет из детства, и нужно бы понять, почему вы ведете себя именно так. Дело в том, что стеснительность, равно как и неумение общаться, трудности при общении с людьми, как правило, имеет место быть, когда человек растет, воспитывается авторитарными и строгими родителями. Именно они внущают своему ребенку, что он должен подчиняться, что он должен знать свое место, что он достоин лишь только чего-то определенного и не более того. И ребенок, не имея свободы, не научившись выявлять, проявлять эту свободу воли, свободу решений, по сути дела во взрослой жизни сталкиваются вот с такими трудностями. Вам нужно эти детско-родительские отношения проработать, вам нужно их скорректировать, вам нужно начаться выяснить для себя, почему ваши родители именно так себя вели по отношению к вам, а не иначе, что заставляло их так себя вести и почему они хотели так вас воспитать. И, собственно говоря, проработать ваши собственные ощущения, мысли по этому поводу, чтобы убрать внешние барьеры, внутренние блоки. Дальше, после того, как это будет сделано, вам очень нужно учиться новому поведению. Новое поведение, оно, естественно, для вас не совсем стандартно. То есть, вы не привыкли так себя вести, вы не привыкли таким образом профессионировать себя в обществе, но этому необходимо учиться для того, чтобы изменить ситуацию. Как это сделать? Ну, для начала, для начала, вот самое простое, что вы можете сделать, это стать перед зеркалом и начать представлять, что с вами разговариваем и начать говорить. То есть, вы работаете над тем, как вы выглядите в момент разговора с кем-то, то есть, вы представляете, что с вами разговаривают и начинаете как будто бы отвечать. И вот вы представляете, что вы говорите, вы говорите о том, в чем уверены. В результате этого, смотря на себя в зеркало, корректируете то, как вы в этот момент выглядите, что в этот момент делаете, как вы ваше выражение лица и так далее. И вот так постепенно, постепенно вам нужно учиться разговаривать. Далее, трудности с общением возникают и тогда, когда человек испытывает давление со стороны внешних факторов, социальных факторов. То есть, вам кажется, что вы, как бы это сказать, ниже других людей, вам кажется, что вы не способны на что-то, вы не способны, не имеете права. И вот этот момент также нужно прорабатывать, потому что вы изначально равны другим людям, вы такой же человек, как и они. И вот, для того, чтобы этот барьер преодолеть, необходимо сперва говорить исключительно о том, в чем вы уверены, и говорить с теми, кого вы более-менее знаете. А потом, постепенно, постепенно, все больше и больше, все дальше и дальше двигаться в том направлении, где вам общаться уже будет не так комфортно. Но именно, что постепенно. То есть, общению нужно учиться. Общению нужно учиться. И в первую очередь, осознавать на себя, вот проработать. Главное, различия между вами и другими людьми. Почему вы противопоставляете себя им? Почему вы говорите, есть они, люди другие, есть я? Почему вы себя выделяете среди этих людей? Почему вы им противопоставляете себя им? Вот ответы на эти вопросы и работа в данных направлениях поможет вам решить вашу проблему. Естественно, не сразу. Естественно, постепенно. Конечно, для лучшего эффекта необходимо поработать со специалистом. И, возможно, даже не один раз. Но это все зависит исключительно от вашего решения. А по качеству просто были ослучены основные направления того, куда вам надо двигаться. Для того, чтобы решить ваши вопросы. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. А если вам понравился мой ответ, сделайте его, пожалуйста, в лучшем. Буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго, удачи и принятия верного решения относительно своей дальнейшей жизни.